Сына бывшего постпреда президента Украины в Крыму Сергея Куницына отпустили после допроса на полуострове. Кто допрашивал Алексея Куницына, что их интересовало? Об этом подробнее знает Валерия Микульская. Сын на воле, жив и невредим. Сегодня об этом Сергей Куницын говорит скупо. Алексей до сих пор на оккупированной территории. Куницына-младшего задержали накануне вечером на железнодорожном вокзале Симферополя. Представители самообороны Крыма рассказывает нардеп, буквально сняли парня с поезда и повезли в местное здание СБУ. Сейчас там ФСБ. Что в эти моменты переживают родные и близкие, знает Анатолий Гриценко. Его сына, активиста автомайдана, в плену продержали дольше недели. А надо было, рассказывает Алексей, всего-то сознаться в сепаратизме. Они пытались задавать вопросы о финансировании Запада, привязке к правам всех, которые там, что мы отвозили какое-то вооружение, агентурную сеть какую-то. Младший Гриценко уже в Киеве ищет информацию о пропавшем в Крыму автомайдановце Василии Черныше и украинском офицере Вячеславе Демьяненко. Последнего накануне похищения автомайдановцы снабдили фототехникой. Он взаимодействовал с министерством обороны активно, поэтому, наверное, поэтому и держит. Избиения и допросы. Почти все крымские похищения имеют идентичные сценарии. Бывалые украинские разведчики утверждают, что это не почерк спецслужб, ведь методы слишком грубые. Но в том, что действия похитителей координируют, сомнений нет. Ведь пленят только нужных людей. Здесь есть только один критерий. Чем более известен этот человек, хотя бы своей принадлежностью к какой-то семье, либо принадлежностью к масс-медиа, либо журналист, либо какой-то громадский диаж, тем лучше. Освобождение этих похищенных так или иначе координируется российскими оккупантами. А вот специалисты опасаются следующей волны похищений, за которые будут требовать обычный денежный выкуп. Валерия Микульская, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.